Добрый день! Здравствуйте! В эфире Радио Балком, программа «Раз в неделю», самая разговорно-познавательная программа на нашем радио, а сегодня еще, возможно, и музыкальная. Совершенно справедливые слова сказал Михаил Губин. Вот, подтверждает Элеонора Розуль. И наш звукорежиссер Константин Рост тоже с нами. Кивает головой. Кивает головой. Действительно, как вы уже, наверное, знаете, вам уже, может быть, как-то травмируют слышать, да, но мы приглашаем в нашу передачу наших современников, искренне увлеченных нашим делом. С моим делом. Замечательное дело. Профессионалы своей области. Зачастую это дело и становится и нашим. По крайней мере, вызывает у нас и наши слушатели горячий интерес. А поводом к нынешней нашей встрече послужили мои именины. Дело в том, что, да, у меня были именины 29 сентября, когда в календаре написано «Микелис Микус Михаилс». И я, значит, шел по... И вижу объявление «Микель Дэйнас» и выступает... Традиционный праздничный праздник Михаила. Праздник Ябарка. И в частности было написано, что в концерте выступает ансамбль «Коклюк Лупс». Вот. И меня это очень заинтересовало, и я решил, как выяснить. А вслед за Михаилом это заинтересовало и нас, безусловно. Мы должны быть сегодня довольны нашей гостей, потому что есть и что посмотреть, и что послушать, и с кем поговорить. У нас художественный руководитель ансамбля «Коклюк Лупс» и Вета Тауриня в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Надо сказать, значит, официально ансамбль этот принадлежит Департаменту образования, культуры и спорта Рижской Думы. Правильно все? Да. Как точно. Вот. Ну что вам можно сказать? Мы ничего не знаем про «Коклы», только то, что можно вычислить в энциклопедии. Немного. Немного совершенно. В энциклопедии нам есть следующая «Кокла», латышский струйно-щипковый инструмент. Инструмент такого же устройства, как литовский «Канклес», эстонский «Канноль», карелло-финский «Кантели» и русские крыловидные звончатые гусли. Длина «Кокла» обычно около 700 миллиметров, корпус долбленный или склеенный из отдельных частей. И дальше там еще пишется, еще можно узнать, что есть латгальская «Кокла», курзумская «Кокла». И тут еще полно этих непонятных мне музыкальных терминов, типа «настройка струн диатоническая». Я не знаю, что это значит. Но будем разбираться постепенно. А я скажу, что это диатоническое. Это как на фортепиано, на белые клавиши, да, просто в одном тональности идет. Вот это диатоническое, да. А вот мы как раз играем, вы упомянули, что это вот в те далекие времена, да, эти маленькие инструменты, у которых было 7 до 9 струн, да. Вот, да, правильно, у гуси, а также в «Кокла» были столько-то струн. Да, на таких инструментах, вот, похожих, играет вот в это время вот наши этнографические ансамбли. Но «Моя кокла» – это немножко такой модернизированный вариант, да, который… Тюнингованный. Нет, дело в том, что в музыкальной скаме написано «Советской Латии создано семейство усовершенствованных оркестровых «Кокла» системы СМ Красноперова». А вот это название оружия. А это все, я расскажу. Вот так мы вот сделали. Вот, вот для того. У нас в гостях вот Красноперовская, простите. Вот, вот не совсем, да. Вот эта модернизация уже была не в советское время, уже началась где-то в 30-е годы, да, 40-е, да. Потому что что-то хотели придумать, что-то между маленьким инструментом этнографическим и цитра, да. Это вот немецкий, это уже большой, да, такой инструмент, который в XIX столетии, да, уже в конце можно было найти в Европе, да, на котором музыцировали, ну, вот в своих семьях, да, это было в моде просто, да, в то время. И когда латвийское время, предыдущее, да, призывали к всему, ну, национальному, да, вот тоже сказали, что нам тоже надо, вот «Коклы», да, это все соглобат, это тоже хранить, да. И продолжить, да, в другом уже качестве, да. А Сергей Красноперов, он руководил, он был, между прочим, Язепа Витолса, да, ученик, да, Язеп Витолс учился в Петербурге, да, у римского Корсакова он композиции учил. Но Сергей Красноперов был учеником уже тут, в Риге, в Латвии, и тоже, и он очень был увлечен как русский, русскими народными инструментами и оркестром, да, и они придумали, что можно, как русский, вот, оркестр создан там, такая балалайка, побольше, поменьше, да, и такие коклы сделать, да, поменьше, побольше, вот. И когда после уже этой Второй мировой войны все у нас поднялось, да, с новым духом, да, нам тоже надо свой оркестр, такой был латышских народных инструментов, и там тоже были танцоры, да, назывался сакта, да, и они создали вот эти инструменты, да, они были тенорные, да, немножко такие струны, да, классовые еще, да, еще ниже звучали, сопрано. То есть были даже больше размером, чем в вашем. Ну, да, да, и такие маленькие. Этот инструмент уже, он родился потом, что можно было, это, тенор, альт и сопрано, все в одном инструменте. То есть по сравнению с народным, как бы аутентичным, он сильно модернизирован, да, вот тот, кто к нам вошел. А народным он меньше размером даже, да? Меньше размером. Народные эти, вот эти, как это, извините, так пенес, я не знаю, как сказать. Колки, скажем. Каждая струнка, она натянута на такой, да, вот я не знаю, как по-русски. Сразу, да, и не скажешь, да, не скажешь. Да, это колки называется, а тут я не знаю даже. Штучки такие намотаны. Да, штучки, да. Штучки. Штучки. А тогда штучки были деревянными, да, а сейчас уже сделали, что они уже стальные, да. Струнки тоже не из зарнос, я не знаю, тоже. Кишки. Кишки, да. Кишки, да. Кишок, да. Да, но уже стальные, да, и звук по-другому. А старенные-то остались же в антографических ансамблях, да? Да, но они тоже уже в нормальных струнах играют. Только вот эти штучки тоже деревянные, да, но струнки уже шведские, стальные. Хорошо. А есть ли какой-нибудь такой коколы старинный, типа скрипки Страдивари, самый ценный такой, существует? Это, да, существует это все в музеях, да, мы можем в музеях. Конечно, сейчас у нас только один мастер, который делает эти большие, да, маленьких этнографических, есть там, ну, больше мастеров, да, которые из одного деревка. Но это тоже очень важно, что дерево, оно продержано, да, оно старое, да, что оно не можно срубить, и прямо инструмент потом уже скривляется, да. Должно быть выдержано дерево. Да, выдержано. Сколько стоит, простите, ради бога, за такой интимный вопрос, купить кокла, и можно ли вообще сейчас вот просто... Вот очень-очень нормальный интимный вопрос, да. Кокла у нас сейчас производит вот такой большой инструмент, да, только один мастер, Иман Сробышникс, и к нему надо записаться уже, ну, где-то в очередь, где-то порой пять лет надо ждать, да. Да вы что, пока он изготовит. Пока он изготовит, он всегда... То есть свободной продажи их нет? Нет, нет, я ему звонила спустя трех дней, он, да, я запишу, я знаю, как ты работаешь, может быть, тебе раньше, да. Да, 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 потому что это не так-то просто, если тут тоже в этом большом кокле, концертном инструменте тоже есть эти переключатели, которые делают не только как клавиши белые, но и тоже черные, да, диезы и бемоли, да. Диезы и бемоли. Потому это, ну, так, так. А сколько, как вы думаете, известно ли у нас потребителей кокла в стране, есть ли информация, сколько человек играет? Да, 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 я, конечно, спросила еще, подготовилась к этой передаче немножко, да, еще переспросила, сколько, да. Ну, где-то примерно пятьсот, да, в Латвии, которые играют, да. Если еще этнографические инструменты прибавляются, тогда еще, конечно, больше, да. Ну, не много, пятьсот, да. Не так много, да. Ну, это не открыть рот и не петь, да. Да, 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 очень сложно. Потому что инструмент по-любому это эксклюзивно, да. Хотелось бы просто в том смысле больше, потому что, ну, действительно, это что-то такое особенное, насколько я понимаю, и хотя есть какие-то соседские разновидности, те же гусли, да. И все спрашивают, чем отличается от гуслей, ну, просто меня тоже достали этим вопросом, спроси, чем отличается от гуслей. Главное, все-таки специалисты по гуслям просто, да. Вот они знают, как гусля встроены. Модель 3D у всех в голове, да. Гусль, мне кажется, вот в основном, конечно, простой быватель представляет себе по фильму «Садко», «Черно-белый», а дальше, как бы, никаких нету. И сильно ли отличается от, может быть, тех, которые мы могли видеть по телевизору? Вы знаете, у нас тоже есть, ну, такая, Садар-биба, это… Садар-биба, да, да, с гуслярами из Москвы, из Петербурга, да. Да, немножко… Я очень люблю гусли, у них очень красивый звук, да. У них тоже гусли уже поменялись, модернизировались. Современные у них, да. Современные, да. Есть что-то такое, у них нельзя все тональности сделать, но они звучат чудно, да. Это не от гусля или от кокла зависит, это, наверное, зависит от того, как мастер, как эта конструкция. Я думаю, что кокла тоже – это несовершенный еще инструмент, до конца не сделанный, да. А что бы Вы улучшили? Ой. Если мы поймем, конечно. Вы знаете, я следующий инструмент уже мастеру… Уже заказала, да, у некоторых есть, что у них есть усилители и с тумбами, да. То есть, да. Можно подключать к электричеству? Можно, можно. Электрококл. Электрококл, да. Отлично, Боже мой. Да. Ну, главное, что пока я слышала, что мне еще этот звук, я не знаю, я все время говорю, что, может быть, не умеют играть. Как мне нравится, потому я говорю, что я хочу свой инструмент. Мне немножко кажется, что это электрический, что она немножко на гитару электрический похожа. Похожа, да? По звуку, да? По звуку, да. Так я не хотела, да, тогда на гитаре зачем? А сложно вот настраивать вот эти штучки? Это не сложно, это просто перед этим надо настраивать. Но если хочешь что-то другое сыграть и в другой тонализ, тогда, ну, отяжусь. А вы можете нам сыграть что-нибудь? А вы, дорогие Растуши, звоните нам в студию по телефону 67-212-93-9. 67-213-93-9. А также напоминаю, что здесь видеотрансляция. Дальше гостя можно наблюдать на портале Миксиус ЛВ. Субтитры подогнал «Симон» Какая нежность, какая чистота! Дорогие друзья, вы только что слышали, как звучит народно-латышский инструмент куклы. У нас в студии специалист, мастер игры на куклах. У нас руководитель ансамбля «Куклы Клубс» и «Ветта Таурина». 11 человек, да, у вас в ансамбле. Вы знаете, у меня это не только один ансамбль. Куклы Клубс с тем, что они уникальны, что этот ансамбль единственный в Латвии, который уже от среднего поколения. Так что мы не так молоды, но мы играем очень долго уже, каждый по себе. Но ансамбль «Куклы Клубс», вот как вместе в одном, ну таком, как единство, мы 10 лет в этом году будет, да. Но у меня есть тоже в дворце школьников молодежный коллектив. Есть и детский, и дети. Учатся, ходят, да, летом бить и научатся. Да, в этом году очень даже, очень есть. И не только латышки, и не только латышки приходят. А долго ли надо учиться? Играть сложно ли обладить? Учиться надо всю жизнь, да. Ну, как можно научиться, смотря, как ты хочешь играть. Ну, знаете, молодежь у меня держится где-то 10-12 лет дольше, да. Что вот сейчас одна девочка уже только что родила и опять пришла. Я говорю, что ты пришла, тебе ребенок? А нет ничего, он подождет дома, я хочу играть. Ну, маленькие в этом году очень много начали играть. Есть интерес. Я думаю, что молодое поколение родителей, немножко разумнее, они, наверное, понимают, что ценность, да, это, которую вы вкладываете в детей, да. Потому что инструмент – это не только инструмент, да. Это не только мои руки и струны, да, но это через руки, и струны, то, что я чувствую, я вам могу сказать. Я думаю, что вы поняли. www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Продолжается передача «Раз в неделю» в студии по-прежнему Михаил Губин. Эленор Рузвельт. И телефоны в нашей студии 67-212-93 и 9. И 67-213-93 и 9. Звоните к нам с вопросами и комментариями. Действительно, очень трудно найти даже информацию какую-то, особенно на русском языке, о кокле – удивительном инструменте. Обычно Гугль перенаправляет на коклюш куда-то. Или на провинцию. Или на панамскую провинцию. Там ударение другое. Вы же знаете, да, что провинция? Провинция в Панаме называется кокле тоже. Кокле она называется. А, ну, наверное, кокле, да. А, ну, пишется латинскими буквами, как и кокла, да. Так что вот. И у нас живой инструмент в студии. Собственно, мы будем, надеемся, что еще даже услышим каких-то звуков. А давайте, может, сейчас и попросим, да, что-нибудь сыграть. Субтитры создавал DimaTorzok Класс! Да, хорошо. А пишут ли современные композиторы что-нибудь для кокла? Да, пишут. Композитор современный. Вы знаете, вы не поверите, но как раз из современных. Вот, например, который тоже композитор писал для «Новой волны». Карл Слацис тоже написал что-то очень современное, неоднократное. Раймонд Стигулс, Валц Пуце. Вы знаете, где-то в 80-е годы тоже Раймонд Палс написал. Я кокла тоже писал, да? Да, я играла в ансамбль с Паориде. И как раз тогда снимался фильм «Ци Ирулыши». И там он придумал, что он очень хотел на коклы, да. И мы там записывали на два дня он как, ну… А какого рода музыку вообще принято играть на коклы? Только ли народную и сказочную, или бывают какие-нибудь еще жанры представлены? Вы знаете, ну… Музыку надо, я думаю, что это ничего, что инструмент с народными корнями, но надо играть, какую нравится, какую можно сыграть. Я со своими учениками тоже пробовала и классическую музыку, там у нас вот есть диск. Да, классическая – это кокла и на классике. А вот это давайте в камеру покажем. А там есть и музыка Глазунова, например, из балета Раймонда, да, это как на арфе звучит. Там тоже Шопен есть. Шопен, Мазурка. Да, там тоже Шостакович тоже есть, да. Потом Раймонд Спаус. Все красивое мы собрали в одну вот кокла и классик. Буичи, Бочерини. Да. Это вот классическая такая, да, очень красивая картинка на обложке. Сидят девушки в платьях длинных синях, как вот эльфийки. Очень вот действительно этот инструмент как-то придает сказок. Ну вот молодежь тоже захотела Металлику сыграть. Я сказала, да вы что. Это в какой диск у нас? Вот Аустриня. Аустриня, да, включено. Я сказала, да вы что. А как же это звучит, интересно. Надо будет на диске послушать. Вот, вот, надо будет когда-то. То есть можно играть и более быстро энергичную музыку, да? Можно, можно. И танго тут, и минуэт, и вальс. Да, танго, и чудо, да, да. Танго. Но это всегда на ура идет. Что если... Биш-данцы съесть. Особенно, когда мы, ну, едем с ансамблями за границей, они тоже. И это интересно, конечно, наша народная музыка. Но если услышишь что-то такое, что ты когда-то слышал на других инструментах, тогда респект, да? Это уже... У вас же очень интересно, и можно делать каверы, да, как называется. Да, да, каверы. Ну, конечно, есть определенные какие-то рамки, что, да, как их мы можем. Потому что эти нечаянные бемоли и диезы, если их слишком много, тогда, ну, не сыграть это, конечно. Вот так. А какая песня, вот, может, вам придет в голову назвать просто из того, что, может быть, опять же, на слуху у наших слушателей, может, из, не знаю, из фильмов каких-то, или вот такого, подходит хорошо для игры на коклы. Мурка, например, на вот что-то такое. Годится мурка? Мы не просим вас сыграть, а просто вот, чтобы понимать, какого рода... Вы знаете, я думаю, что мурка – это не кокла. Это не кокла все-таки, да. Я не говорю, что нельзя, да, но тогда скажут уже, что это не кокла и это не мурка, понимаете, да? А, другая будет, да. Это уже другое. Ну, я могу мелодию от Раймонда Пауз, может быть, сыграть. Давайте, пожалуйста. Пожалуйста, да. Мурка, да. Мурка, да. Браво, браво. Здорово, действительно, нежно очень. А как при этом объемно звучит, какая акустика у нее хорошая. Мы же в крошечной комнатке находимся, да, она же покоряна. Акустика уже инструмент делает. Да. Тут резонанс, да, тут есть две досчечки, да, и там внутри все резонирует. А движения руками какие-то, бортелы, внимание, да? Да, красиво, очень эстетично вообще. А медиаторы у вас кожаные, как Миша выяснил, да, нужно кожаным играть. Ну, это можно и пальчиками играть, и, ну, медиаторно немножко, ну, звучнее. Мощности добавляет. А вот эта штучечка, простите, это что-то гасит звук, да? Это гасит звук, да. Да, интересно. А вот правда ли, говорят, что в основном девушки учатся на коктах играть, а юноши меньше? И есть ли вообще мужчины? А почему? Ну, моя учительница говорила, потому что мужчины ленивые. Наверное, поэтому. Не все, конечно, меньше. Нет, я знаю, что мальчики тоже играют, но, конечно, меньше. И всегда вот в этом году тоже будет праздник песни, да, песни, и нам всегда тоже есть коклы. Это концерт один день, да, всегда это большой гилдий, я не знаю, в этом году, может быть, в другом месте, но всегда играет тоже ансамбль мальчиков. Одну вещь обязательно. Да, да. Ну, просто получается, что девушкам нужно носить такие тяжелые инструменты. Ну, а мальчики пусть носят для девушек. Да, кстати, прекрасно познакомиться, может, я донесу твою кокла до дома, да, это же так здорово. Да, да, да. А как кокла в вашу жизнь пришла, и почему вам захотелось на таком инструменте начать играть? Мне не хотелось. Вы же играете. Вы знаете, всю жизнь нечаянно случается, да. Я вообще тогда, я начала играть коклы, когда я училась во втором классе, да, и меня не спрашивали, я хочу, не хочу, но я училась в шестой средней школе, и первый год был класс с музыкальным уклоном. И каждому надо было играть какой-то инструмент. А мы жили с семьей в коммунальной квартире в одной. Пианино поставить некуда? Да, негде. И учительница сказала, ну, тогда, Ива, ты будешь коклы играть. Ну, хорошо, как сказала, так и буду делать. Ну, ведь сложно так вот такое. Ну, конечно, но учительница у нас такая была, она кокла очень такая, энтузиаст большой, и она очень много научила. Так что вот. А какую первую мелодию вы учили и хотели освоить, помните? Вот, да, да, я как раз помню, знаете, вот не поверите, да? А сыграйте, сыграйте, пожалуйста, пожалуйста. Это даже не латышская мелодия, но это была грузинская суликор. Да? Да. Можно ли вас умолять? Я не помню. Ну, руки, может, с вами. А принято ли петь в сопровождении куклы? Да, принято. А кто поет? Самый, кто играет? Да, сам какой-то игрой играет. Это же очень сложно. Да. Да, с гордостью сказал наши гости. А все красиво и сложно. Точно, совершенно. Давайте напомним, телефонный наш публика обомлела, мне кажется. Да, конечно. Такая красота и тонкость. Но если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожелания, смело можете нам еще успеть дозвониться. 67212-93-9. 67213-93-9. Звоните, пожалуйста. Нам известно, что 17 числа состоится мероприятие. Можно ли вас попросить побольше рассказать, что где произойдет, как можно прийти, послушать и посмотреть? Да. В праздничные дни, это 17 ноября, будет день куклы, да, так можно сказать, в Большой гильдии, это бывшая филармония. Начнется этот день в 11 часов, каждый час будет что-то, ну, такое другое, да. В 11 начинается выставка всяких инструментов куклы, будет сам мастер тоже иманс робежникс, он будет показывать. В 12 часов будет урок или час, как это по-русски лучше сказать, латышеской народной песни. Там будут участвовать всякие ансамбль из Риги или около Риги, которые живут тоже, из Балдоны там, Бабейте. В час можно будет самому потрогать инструменты, попробовать играть, да, вас поучат, а в 2 часа начинается час для детей и для взрослых. Ну, это такая паса кустунда, это урок сказок, да, там вы послушаете сказки, которые будут рассказывать ансамбль на куклы, будет и актеры, будет встреча с настоящим Виннием Пухом, да, такие тоже песни мы с малышам будем играть, да. И в 3 часа это будет уже показ современной куклы, там будет музыка Карлеса, Латышес, так что это все даром. Бесплатный вход, обязательно сходите. 17 ноября. А нам звонят наши слушатели, мы просим его надеть наушники, чтобы она могла слышать звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопросов нет, одно очарование и восторг. Спасибо. Понравилось вам, да? Спасибо, спасибо вам большое, мы тоже тут очарованы сидим. 6-7-12-93-9 и 10-13-10-13-9. 6-7-12-13-13-9, звоните, если у кого есть вопросы, не кажется, что день вам приходится общаться с мастером игры на куклы. А как правильно по-русски, знаете ли вы, кстати, называются, коклист, коклетист, или нету какого-то термина такого? Ой, мне вообще не нравится это, ну, по-латическому, это кокла-то, а мне не очень-то нравится. А как? Лучше? Оператор коклы. Что, оператор? Кстати, да, очень современно, кстати. Да. Нет, лучше мастер коклы. Мы играем на коклы. Повелитель. Мастер коклы. Повелитель коклы, да. А у нас, кстати, звонок опять. Укратите, укратите. Укратите и повелитель, да. Отлично, да. У нас публика пробудилась, но вот сейчас звоночек как раз. Сорвался, убедить не свободно, и вот он вернулся. Здравствуйте. Алло. Слышу я вас, алло. Как-то срывается все время. Так, руки дрожат от искусства, да. Слушатели, звоните нам еще. Что делать тем родителям, которые, возможно, проникнувшись вашей игрой по радио, задумались о том, чтобы отдать свою девочку или мальчика играть на коклы. Ешь в музыкальной школе, да, где-то девочек? Поздаем в Риге обращаться. В Риге, как раз, да. В Риге я работаю в дворце школьников. Это можно ко мне. Это ансамбль Аустриня. Можно в музыкальную школу. Есть, кокла учит музыкальная школа Югл, Югльская, да. В Пардаугове тоже есть, в обеих музыкальных школах тоже учат коклы. В районах Риги, там, наверное, Берди тоже коклы учат, Балдуны, Бабиты тоже коклы, отличные педагоги. А вот кокла происходит от слова кокс, да, дерево? Да, да, так точно. А вот я знаю, что существуют те же скримки из всяких композитных материалов, чуть ли не из пластика, а коклы только деревянные, да? Нет никаких изысков. Вы знаете, в Финляндии я видела, не в Финляндии, но один финский коклетист, игрок, укоротитель, да, он приехал с электрическим инструментом, да? Да, с электронным, да, с электронным, это кантелы, оранжевого цвета из пластмассы, да? Вот я забыла. А звук она какой звала? Звук, вы знаете, звук все-таки, все-таки немножко на электронические гитары, да. Похож, да? Да, да, все-таки, да. Но только форма, вот это как эксперимент, да? Да, ну у нас нету столько денег на эксперименты, но когда появится, да, потом, да, накопим, тогда будет у нас зеленая. Слушатель какой-то к нам пробивается, деликатно кладет трубку, звоните Аксению, обязательно поймаем ваш звоночек, есть еще какое-то время, которого не так много, и необходимо еще хотя бы раз насладиться игрой нашей гости, может быть, уже какую-то завершающую композицию могли бы вы нам, пожалуйста, еще нашим слушателям подарить. Ну, вы что хотите, любой какой-то отрывочек. Вы спрашивали, можно петь, да? Да, спеть может быть, а вы помогите мне, а что, что? Да-да-да, да, да. Что надо делать? Есть такое припевCE, да? А там припев такой Супер, супер Что же вы, Михаил, не поучаствовали? Я не хотела бы своим глухим голосом, без слуха, решать Вот хорошо, такой жесткий дуэт хороший Ну что, еще раз только можем сказать, что обязательно сходите Передем в независимости 17 ноября в Мазуа Гилды, да? Большой, большой, большой Да, обязательно сходите и насладитесь А чтобы конкретно творчеством коллектива, который возглавляет наш гость И ее творчеством насладиться, где это вообще можно искать? Может диски в интернете, сайт, какие координаты? Ой, я не знаю Или какое-то ближайшее мероприятие у вас, концерт, куда можно пригласить? Это только продвинутая, но я знаю, надо над этим работать Над рекламой надо Не факт, так может набрать культовее более, когда мало где найти Да, да, но вы знаете, обязательно мы даем всегда концерт перед Рождеством Да, я думаю, что в этом году тоже будет 23 декабря В музее истории и мореходства Мореходства, да, 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 там обязательно будет рождественский концерт И обязательно посещайте концерт Коклы в рамках праздника песни Обязательно, там вы все лучшие группы увидите, которые в Латвии вообще есть Обязательно их посещаем Ну что можно сказать, ну вот некоторые думают, что Кокла какой-то инструмент старинный, скучный Я знаю, есть такое предупреждение у людей А на самом деле, как мы видели, это вполне современный инструмент С очень таким нежным, нежным словом Очень сложный, впечатляющий И сложный, да С нежнейшим звуком И огромное спасибо, что подарили нашим слушателям эту сказку Посреди рабочей недели послушать вот живое Кокла практически Да, ну все тогда Спасибо большое И в это время у нас в гостях художественный руководитель ансамбля Кокли Клубс www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал